Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня вторник, 16 марта, и в этот день традиционно рассматриваем валютную пару доллар, канадец и нефть марки Brent как связанные инструменты. Сейчас появился интересный сигнал на продолжение роста нефти, который пока находится в состоянии флета, при том, что канадский доллар продолжает укрепляться. Итак, давайте посмотрим подробнее. И вот канадский доллар продолжил укрепление вопреки ожиданиям, пара продолжила снижение, пробив не только поддержку на 1.2631, ну и впоследствии уйдя ниже разворотного уровня на 1.2584, достигнув уровня 1.2453 в настоящий момент. Таким образом, предположения о развороте котировок вверх не подтвердились, сценарий не был реализован. С учетом обновления минимума в районе уровня 1.2453, можно сказать, что нисходящий тренд пока что продолжается и серьезных предпосылок для его остановки пока что нет. Вполне возможно, этот тренд может быть продолжен с большей долей вероятности к новым минимумам. И вот на актуальном графике в данный момент пара прочно обосновалась над уровнем 1.2453, где очевидно нашла серьезную поддержку, которая пока сдерживает цену от движения вниз. Это может вылиться в локальную восходящую коррекцию с пределом в районе уровня 1.2584, где ожидается сопротивление. Подтверждением намерения на дальнейшие снижения станет отскок из этой зоны с формированием нисходящей заходной формации, которая впоследствии нацелится в область между 1.2362 и 1.2253. А отмена текущего сценария состоится при продолжении роста и закреплении выше разворотного уровня на 1.2631. Ну и вот нефть марки Brent не стала продолжать, начавшееся было снижение, уйдя в торговлю в коридоре. С прошедшего обзора котировки так никуда и не ушли, застряв в диапазоне от 67.56 до 69.93. Таким образом, целевая область не достигнута, сценарий не был реализован. Вполне вероятно, данный флэнд еще может продолжаться какое-то время. Несмотря на то, что нарушения сигнальных уровней не было, цена протестировала сопротивление на 69.93 и отбилась от него, тем не менее, вероятность возобновления роста при этом весьма высока. Опорным сигналом здесь может стать канадский доллар, который продолжил укрепление, несмотря на флэт в нефти. И вот собственно на актуальном графике вполне можно допустить, что текущий коридор может быть продолжен на еще какое-то время. Следующим шагом в этом случае станет умеренное снижение цены в район нижней границы этого коридора вплоть до 67.29, который сейчас выступает поддержкой для цены, как и в прошлый раз. Впоследствии отскок уже из этой зоны и возврат выше может дать старт для пробоя нижней границы на 69.93, с достижением целевой области между 72.25 и 73.65. А вот отмена текущего сценария состоится в случае продолжения снижения в область ниже разворотного уровня на 65.63. А на сегодня у меня все, с вами был Арман Басимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.